Приветствую вас, Надежда. Ситуация в том, что вы бежите от конфликта, но на самом деле конфликт живёт в вас, именно потому, что конфликт живёт в вас, именно поэтому он и гонится за вами. Условно говоря, вы находитесь в позиции жертвы, на данный момент вы находитесь в позиции жертвы. И эта позиция жертвы, она, собственно, определяет ваше состояние. Текущая, которая присутствует на данный момент. Ключевой момент в том, что вы боитесь скандала, боитесь ненависти и так далее. Вы не умеете вести себя в конфликтах, вы не умеете себя защищать. Я думаю, что вы боитесь себя защищать в той или иной степени, боитесь это делать. Вот. Ну и по факту, ситуация, в общем-то, она берёт своё начало именно отсюда. Именно отсюда берёт ситуация. Ситуация своё начало. Из-за того, что вы не умеете себя защищать, вы боитесь это делать. Но вы не уверены в себе и, соответственно, у вас есть некоторые страхи. Вот. С этим, в первую очередь, нужно работать. Когда и если вы перестанете дать вам конфликты, конфликты, скандалы и ненависти, когда и если у вас будут более устойчивые, скажем так, представления о себе, тогда ситуация, скорее всего, нормализуется и больше не будет вас так сильно задевать. Правда в том же, что люди, подобные вашей коллеге и её подруги, видят людей уязвимых, людей, ну вот, таких, скажем так, в себе достаточно неуверенных, вот. И, условно говоря, видя это, они просто-напросто, значит, ведут себя с ними так, как те люди относятся сами к себе, по сути, ну по факту, по факту, вот. Поэтому, только здесь вся в том, чтобы вам изменить свои представления о себе, только здесь в том, чтобы вам по-другому более ценностно, более целостно относиться к себе, увидеть свою ценность и поработать, собственно говоря, с вашими страхами, вот. Чтобы, поработав со страхами, эээ, вы сможете, ээээ, гораздо лучше, ээээ, взаимодействовать, эээ, с теми вызовами, которые, ну, которые бросают вам жизнь, вот. В этом нет абсолютно ничего, ээээ, ненормального, в том, что есть такие люди, которые пытаются принимить вас, вот. Вопрос заключается в том, эээ, как, условно говоря, вы на это реагируете и почему вы на это реагируете именно, именно так, а не наши. Вот. Значит, эээ, вы пишете, значит, ээээ, значит, ээээ, я первое какое-то время подчинялась мне по сути, только бы она молчала. Тем самым, тем самым, тем самым, вы, ээээ, подкрепили ее мнение о вас, как о человеке, который, который либо не способен, либо не, ээээ, хочет, ээээ, себя защитить и себя отстоять. Вот. И дальше все, по сути, идет просто нарастающий. У меня вопрос, почему вы так сильно хотели, чтобы она молчала? То есть, ну, вот, чем, эээ, вызвала, эээ, такое ваше, эээ, ну, такая ваша направленность, ээээ, победительская. Вот. Потому что, ну, мне кажется, это довольно важная история, это довольно важный момент, ибо он напрямую касается вас. Вот. То есть, вы, получается, настолько, ээээ, бои, боялись, или боялись, или боитесь человека, что готовы были делать все, либо она ничего не говорила вам. Ээээ, значит, так, она возобновила придирки, делает это прилюдно. Вас это, очевидно, задевает, то, что она к вам придирается. Вас это задевает и, ээээ, вероятно, меняет, меняет, ээээ, меняет, ну, может быть, ээээ, представление ваше о себе. То есть, тут вот нужно, конечно, поисследовать, ээээ, на мой взгляд, да, вот, тут нужно поисследовать и посмотреть, ээээ, как вас, ээээ, задевает, эээээ, то, что, вот она, ээээ, что-то прилюдно делает. Если задевает, то, ээээ, с этим нужно разобраться. Самый силас это, ну, совершенно очевидно, что вас это делает, ээээ, уязвимой. Вот. И, ээээ, она, она, это чувствует. Так, мне не хватает духу себя защитить, потому что, в смысле, боюсь скандал. Вот это ключевой момент, это, вот, в смысле, боюсь скандалов, это, эээээ, ситуация родом из детства. И, соответственно, с этой ситуацией нужно работать. Вот. Нужно понять, почему вы так боитесь, эээээ, скандалов. Вот. С чем, с чем, с чем это связано, что вы боитесь, эээээ, скандалов. Вот. И, и почему у вас не хватает духу себя защитить, защитить. Вот. Это вытекает из вашего отношения к себе, которое формировалось под воздействием определенных, эээээ, социальных, ээээ, так сказать, сфер. Определенных социальных, ээээ, конструкций, определенного социального опыта. Вашего. Вашего. Ээээ, значит, поэтому, в смысле моих скандалов приходится, ээээ, терпеть и подчиняться. Вот здесь у вас, ээээ, прекрасно, ээээ, видно, ээээ, прекрасно, ээээ, видно, ээээ, прекрасно, эээээ, видно, эээээ, а позиция жертвы. Вот, что приходится терпеть, вот, подчиняться, приходит. Знаете, да, то есть, как бы, ключевой, ключевой момент. Именно, приходится. То есть, вы так оправдываете, по сути, ээээээ, свое бездействие. Ииии, так вы оправдываете свое нежелание брать ответственность на себя за то, что происходит. Эээ, так, значит, ее удрали, поддерживают ее подручку. У меня, у нее тоже ко мне одни претензии. По нынешненным коллективным нормальные отношения. Ну, то есть, тут, опять же, нужно, ээээ, с одной стороны, значит, работать с северной государственной, с другой стороны, желательно, конечно, эээээ, чтобы вы обратились к социальству и рассказали об этой ситуации. Потому что, если вам это не сейчас отработать, то это и в интересах руководителя, то тоже. Ээээ, уже иду на это чаепитие, как на еще форт. Ну, это, в смысле, в смысле, в моей позиции. Почитайте, почитайте про треугольных Карпманов. Эээ, Надя, почитайте про треугольных Карпманов. Иногда не могу себя доставить, вообще не пьющая из-за чего одна. Потом будете, потом будете говорить, что я от коллектива отрываюсь. Ножи меня выдавливают из него как форт. Ну, здесь вы уже переносите своё противоречие на человека другого. Подскажите, как мне выйти живой из этой ситуации? Интересна у вас терминология. Подскажите, как выйти живой? Я думаю, что эта терминология, опять же, основана на жертвенности, потому что, ну, что значит выйти живой? Да, опять же, что значит выйти живой. Вы живые же, скорее всего, вы, скорее всего, будете живые. Вот, вопрос в том, как вы действительно выйдете из этой ситуации. Вот. То есть, чтобы выйти из этой ситуации адекватно, да, нужно постараться изменить своё отношение к себе самой. Как, как, ну, как, ну, как минимум. Как минимум. Ааа, так. Ааа, как прекратить эту травлю? Пока вы не перестанете позитивно подкреплять свои реакции на подобное поведение, травлю не закончится. Я, в принципе, не могу посуду теперь. Ну, я думаю, что здесь вы, скорее, скорее подкрепляете поведение коллеги и её подруги, чем наоборот. Потому что они видят, что они добиваются своего, и вы меняете своё поведение под их давлением. Ааа, потому что если будут подчиняться всякий раз её мысли, нужно соглашаться с тем, что тут хуже всех нет. Вы никак не можете согласиться с тем, что тут хуже всех, только-только если вы сами не сомневаетесь в этом. Если вы сомневаетесь, то это ваши проблемы. Но никто не может рисковать и решить, давай, что вы хуже всех. Вот. И метеопосуды к этому никак не относятся. Если у вас есть обязанности метеопосуды хотя бы по очереди, я думаю, что стоит это делать. Кстати, её подруга провозгласила меня самой плохой. И что? Вот вы понимаете, как это звучит? Её подруга провозгласила меня самой плохой. То есть это очень напоминает школьные конфликты, школьные перепалки. Ты самая плохая, ты хорошая. Ну, детские такие категории. Это значит, что вы плохая. Это значит, что вы плохая. Это оценка. Это просто оценка, оценка. Вопрос в том, почему вы, именно вы, верите этой оценке, оценке. Вот всё, всё, вопрос. Так, а где человек мирный? Ну, мирный человек, это не значит для этих людей, плохой или хороший. Никому не говорю плохих слов никогда. Из-за всех стараюсь быть вежливой и токсичной. Работу выполняю на пять. Нелезы на разнёны, из-за всех избегаю конфликтов, порой ценой своего самоуважения. Вот именно поэтому вас и объявили плохой, потому что вы не оцените себя, вы не оцените себя, вы жертвуете с собой, из-за этого вы плоха. Люди просто зеркально отражают ваши к себе отношения. Вот. Потому что плохие слова говорить иногда нужно. Стараться быть вежливой и токсичной не нужно, если это не естественно для вас. Лишь нарождён из-за всех сил избегать конфликтов не нужно тоже, потому что это лишь только обесценивает вас. Ну и так получается, что вы всё это делаете только потому что боитесь. Вы это пытаетесь репрезентовать, как будто это ваше достоинство, да? Как будто это вот ваш, ну, это ваш плюс. Но на самом деле, в действительности, я бы не сказал, что это прямо ваш плюс, потому что вы это делаете из страха, вы это делаете из страха, вы это делаете из, ну, из страхов перед конфликтом. Вот. То есть если бы вы, если бы вы не боялись бы конфликтов, да? если бы у вас не было страха с конфликтом, вот, то, ну, я думаю, я думаю, что, я думаю, что ситуация была бы совсем, совсем, совсем другая, вот, была бы ситуация. А так, вы боитесь конфликтов, и, соответственно, вот, поэтому вы себе так ведёте. То есть, ну, вот, на мой, на мой взгляд, да, воспринимать это как ваш плюс, ну, нельзя, нельзя воспринимать это как ваш плюс, как ваш плюс. Потому что это не совсем такая естественная история, ну, как бы, для вас. Понимаете? Вот. А вы хотите, вы хотите представить это как будто это ваш, ну, именно ваш вот плюс. Вот. Вот. И в итоге это не плюс, а это то, что вам вредит. Потому что вы просто демонстрируете всем людям, что вы себя не уважаете. Ух, люди это видят, и зеркально отражают вам же самой то, что вы о себе думаете. По факту, по факту, по факту. Вот. Ээээ, так что это иллюзия. Это иллюзия. Ээээ, но как же так получается, что конфликт за мной гонится и стремится разреализоваться? Потому что вы, по сути, себя обесцениваете. Я бегу здесь сюда, нужно повернуться и встретиться с лицом к лицу. Боюсь криков до ужасов, боюсь ненависти гадких слов в детстве, но терпелся до дрожи в коленях. Нужно работать с детско-родительскими отношениями и с этими страхами. Либо терпеть и вкратиться дальше, но я не хочу, либо как-то ставить ее на место, но помягче как-то поосторонней. Никак помягче не получится. Вы знаете, как бы, пока вы не измените отношения к себе, люди будут чувствовать это и будут вас так принижать. Принижать может только того, кто является жертвой. Психология жертва, она такая. Жертва идет как жертва и привлекает внимание агрессора. Так что вот то, что вы сейчас представляете в качестве такой аксиомы, я бы сказал, то, что вы боитесь криков до ужасов, боитесь ненависти и гадких слов. И то, что вы боитесь конфликтов. Вот это нужно менять. И изменив свое отношение к себе, перестав бояться, поработал с личными границами, с уверенностью с наценкой. Вот. У вас будет шанс. У вас будет шанс все изменить и исправить. И, как ни парадоксально, решение в этом случае придет самому. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Обязательно почитайте про его треугольник Карпмана. Я думаю, что в этом вы себя увидите. Увидите, что в основе вылечит то, что вы не желаете брать ответственность за себя, за свою жизнь, за то, что происходит с вами. За свои чувства, за свои эмоции. Вы их постоянно приезжаете обесцениваете. Вот.